Добрый вечер! Это эфир Первого Приднестровского. Вы смотрите КЭП. Начинаем с итогов московских встреч. Президент Приднестровья сегодня подвел итоги своего визита в российскую столицу. Один из важных результатов – в Приднестровье приедет 100 тысяч доз спутника ВИ. Вакцину доставят двумя партиями по 50 тысяч. Кроме того, в ноябре в России пройдет круглый стол на тему нарушения прав приднестровцев со стороны Молдовы. Переговоры с Молдовой – одна из главных тем почти каждой встречи президента в Москве. Россия, как и Приднестровье, за диалог на любом уровне. В ноябре в Стокгольме должен собраться формат 5 плюс 2. Совещаний не было в два года. И еще Москва обеспокоена ситуацией на приднестровско-украинской границе. Напомним, с 1 сентября на Украину нельзя въехать на приднестровских номерах. В Москве с озабоченностью восприняли ограничение передвижения транспортных средств через приднестровско-украинскую границу. Ну и внимательно следят за действием молдавской стороны. По большому счету, если Молдова будет последовательно и реализует те договоренности, которые я ранее подписала, а именно в 2018 году по транспорту, то как таковой блокады-то в принципе и не будет. То есть будет право наших юридических, физических лиц оформлять транспортные средства, ну и перемещаться свободно через приднестровско-украинскую границу. Хорошая новость. В Приднестровье скоро приедет новая партия спутника ВИ. 100 тысяч доз двумя поставками. Об этом в Москве Вадим Красносельский говорил на встрече со спецпредставителем президента России Дмитрием Казаком. Обсудили в Москве проблему соблюдения прав приднестровцев со стороны Молдовы. Речь о свободе передвижения, банковской блокаде, экономическом давлении. Вадим Красносельский отметил, вопросы носят гуманитарный характер. В ноябре в Москве планируется большой круглый стол с участием общественных деятелей, именно тех, кто занимается темой прав человека. И естественно на данный круглый стол будут приглашены многие специалисты, в том числе и зарубежные, где детально мы обсудим все факты, которые имеются в настоящее время по ограничению прав именно приднестровцев, проживающих здесь, на территории нашей республики. Материнский капитал, получение российского гражданства и полиса обязательного медстрахования для наших россиян. Вопросы в повестке всех московских переговоров. В этот раз темы тоже обсуждали, отметил Вадим Красносельский. Ну и после выборов в Госдуме снова есть по сути приднестровская фракция, так что тема поддержки соотечественников в Москве всегда на контроле.